Зеленая 35, 88, овражья 95, 77, зеленая 38, от 142 до 98. Это напряжение на входе в дома поселка Суворово-Черкесский. Пообщались с энергетиками. Они говорят, что такого не может быть, а жители поправляют, мол, не может и не должно такого быть. Жалобы поступили также из поселка Виноградный. Как раз сегодня на территорию должна приехать бригада специалистов. Хватит вам времени вечера. Значит, давайте и Суворово-Черкесск тоже обследуйте, пожалуйста. Там, собственно, надеюсь, вы или нет? Вы, да? В Джигинке нет вопросов, связанных с электроснабжением. Но не хватает уличного освещения, как, например, на улице Молодежной. Закон, вышедший два года назад, с одной стороны упорядочил, но с другой усложнил отношения с энергетиками. Теперь даже для единственного столба необходим отдельный проект и обязательное упоминание в договоре с энергетиками. В противном случае муниципалитета штрафуют. Там, где освещение было, его будут восстанавливать. В Гостогаевской жители Кубанской и Степной готовы запитать лампы от собственной сети. Со своей стороны администрация готова выделить фонари и кабель. Все понимают, что такой выход временный, и уже в бюджете следующего года заложат деньги на проектирование. Связанный вопрос – дороги. Жители переулка Кирова в село Супсех рассказывают о том, что на самом низком участке их улицы постоянно стоит вода. Там самая низина. Действительно, там существует проблема на данном участке этой дороги. Мы неделю назад с депутатом, с Краснородским Леонидом Павловичем, выезжали туда, осмотрели этот участок дороги. Город Щебень будет выдавать, будем завозить, набивать по одной стороне бровку. Максимально мы стараемся сделать ямочный ремонт для наступления курортного сезона. Вот в этот период управление ЖКХ продефектует и вашу территорию тоже себе учтет. Такое решение возможно лишь в том случае, если есть асфальт. Бюджет муниципалитета напряженный. Деньги предусмотрены только на ремонт и содержание того, что уже есть. Сельские улицы отсыпаются щебнем. Его регулярно выделяет городская администрация. Распределяют по решению Общественного совета сельского округа. Вместе с тем в местных администрациях сетуют в том числе на масштабную застройку. По проселкам ездит большегрузная техника. Сейчас женщина подходила по улице Ореховой. Сейчас там строится тоже начали дом. Попросила нас поговорить с этим застройщиком, чтобы он после себя завез пару машинщебных. То есть вот такими общими усилиями мы будем. Потому что мы можем до бесконечности на новостройках сыпать. В городском совете намерены выдать главам сельских округов рычаги влияния на тех, кто построив собственный дом, разрушает собственность общественную. Где-то числа 25-26 числа такое решение будет. И возможно мы там попробуем, чтобы нашим местным главам дали какие-то властные структуры, чтобы они могли повлиять на все эти дела. Нарушение ливневых отводов – еще одна проблема, которую предстоит решать сообща. Потоки воды не только подтапливают дворы, но и смывают щебень. Многие жители бетонируют площадку перед домом под автостоянку, просто благоустраивают ее, как хотят. Либо закладывают трубу меньшего диаметра, чем необходимо, либо вовсе засыпают канал. Почти в каждом населенном пункте по вопросу, связанному с газификацией. В администрации поясняют, что по мере прохождения государственной экспертизы направляют проекты в край. Очередь не нарушается и движется по мере выделения денег по государственной программе. В Гостогаевской просят наладить нормальную работу банкоматов. В местной администрации говорят, что уже уведомили кредитное учреждение. Понятно, проблем много. Мы для этого сегодня с вами встречаемся, чтобы проблемы эти решать. Спасибо, что вы потратили время и пришли. Вам спасибо, что вы слушали нас. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. И я очень.